По результатам тестирования исследователей Королевского Мельбурнского технологического института, в котором использовались данные более чем 700 школ Австралии, ученики, которые предпочитают онлайн-игры соцсетям, преуспевают в точных науках выше среднего, а выбирающие соцсети наоборот. Ученые предполагают, что дело в самих играх. Те вынуждают игроков принимать решения, анализировать обстановку и прочее, когда, как переписываясь в сетях, ничего такого делать не надо. Привет, из Друзкиненка и Литва. Вы смотрите НЕ НОВОСТИ! Меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Отнесся на что-нибудь интересненькое, скидываю не на вас на котелок. И многие из вас заметили, что в прошлом выпуске была некорректная иллюстрация к новости о ремастере Старкрафта. Использовалась картинка не из оригинальной игры. Мини-причин тому вообще много, но если коротко, накосячили, извините. Ну а на раскопках руин цивилизации Майя в Белизе археологи откопали самую большую королевскую могилу за 100 лет. И помимо костей и вещей, которые там обнаружили, в ней еще и оказались неизвестные ранние сведения о династии Змеи, рассказанные иероглифами на панелях вокруг захоронения. Гробница уникальна тем, что была сразу заложена в план строения, как делали в Египте, а не пристроена позже. Ее обнаружили на глубине 6-8 метров во время раскопок центральной лестницы строения среди развалин в городе Шилантунич на реке Мапан, который был важным религиозным центром в 7-9 веке. В так называемой королевской могиле обнаружили монарха и его побрякушки, нефритовые бусы, разные ножи и сосуды, а также кости ягуаров и ланей. Ну и говоря об истории династии Змеи, археологам удалось узнать, что появилась она на полуострове Юкатан и только потом добралась до города Калакмуль. Заказал эти панели князь Канг II и на них также рассказывается о смерти его матери и малоизвестном правителе династии, который правил 10 лет 630 года. Как панели оказались в Шилантуниче неизвестно, но ученые предполагают, что город мог оказаться под властью династии в какой-то момент. А вот со дна Балтийского моря во время археологических работ на шведском корабле, который там затонул в 1676 году, водолазы подняли оловянный горшок с сыром. Он провалялся там 340 лет, но неплохо сохранился, потому что находился в Иле. Археологи, которые его понюхали, прокомментировали, что пахнет определенно чем-то молочным, вроде как сыром и дрожжами, да и внешне он похож на куски ракфора. Его еще дополнительно будут анализировать, чтобы установить, что это на самом деле и может ли оно рассказать о жизни моряков в 17 веке. Вообще, с этого корабля уже поднимали не одну тысячу разных артефактов вместе с этим сыром. Например, представили золотые монеты и кольцо с бриллиантом. Корабль затонул во время шведско-датской войны и его местонахождение было установлено еще в 1980 году. Ну, 340-летний сыр есть, 200-тысячелетнее масло есть, найдем еще кусочек древнего хлебушка и можно устраивать чаепитие со старинными сырными бутерами. Так сказать, настоящая археологическая вечеринка намечается. Про китайский пивасик с пельмешками мы с вами уже знаем. Ну и напоследок, иск одного англичанина против студии Warner Bros. за то, что в фильме «Отряд самоубийц» недостаточно сцен с Джокером. Вам смешно? А ему нет, он настроил очень серьезно и категорично, и на самом деле его иск не лишен смысла. Британец обвиняет киностудию в ложной рекламе, потому что множество сцен, обещанных зрителям с Джокерами, показанных в трейлерах и рекламах, в фильме отсутствовали. О том, что множество сцен с Джокером были удалены из фильма, жаловался исполнитель роли, Джаред Лето, но не уточнялось, что это будут и сцены, уже показанные зрителям. Молодой человек жалуется о том, что после просмотра фильма, ощущая пустоту внутри, он обратился к менеджерам кинотеатра с требованием вернуть ему деньги за билет, так как он не увидел того, что ему обещали, но те лишь посмеялись над ним. И теперь он требует с киностудии деньги за билет, а также деньги за дорогу, так как он ехал из Шотландии в Лондон, чтобы посмотреть на обещанные в рекламе сцены, а еще компенсацию морального ущерба за то, что его унизили в кино и что теперь над ним, в принципе, смеются за этот иск. В целом, этот парень, в общем-то, прав. Реклама есть реклама, и если в ней что-то обещают за ваши деньги, логично, что оно должно быть. А все эти, ой, а потом еще потратитесь и приобретете полную режиссерскую версию, как было с 40 минутами в Бэтмене против Супермена, так это мошенничество и манипуляции, в чем этот парень также обвиняет киностудию. Прямо для данной иск на рассмотрение пока неизвестно. Кстати, если и вы хотите прислать свой привет для зрителей Неновостей, go на Неновости.ру, там есть специальная кнопка для этого. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на мой канал и Инстаграм, и ставьте лайк. Напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержи.неновости.ру. Спасибо вам. Пока! В эту субботу была годовщина посадки марсианской научной лаборатории Curiosity на поверхность Марса. Посадка этого марсохода состоялась в 2012 году. И в честь этой даты, на которой скрывается или не скрывается буква, а если буква скрывается, значит роль ключевая. И роли у нас есть такие.